приветствую вас мои дорогие зрители мы с вами снова на барахолке покопаемся с вами в коробочках барахлишки посмотрим что сегодня есть хорошенького а хорошенькая вижу сразу смотрите какая огромная шестяная коробка из под печенье и полна она разными принадлежностями для шитья винтажная и не очень целый пакет резины резинки точнее и свечка тут есть наверное для того чтобы помогать молниям знаете да есть такой способ если молния у вас плохо двигается плохо идет бегунок по молнии то стоит смазать и немножко воском точнее свечкой намазать потереть то бегунок начинает ходить как по маслу по молнии такая вот рамка пластиковая тоже под старину но это винтажная разные бокалы видите как всегда у нас тут все лежит в коробке в перемешку сундучок но такие сундучки это не винтаж это может быть винтаж но это произведение по моему вьетнамская такой вот венок плетеный с огородным пугалом мило улыбающимся добро пожаловать можно повесить в саду на калитку это очень такая объемная толстая рамочка и там по моему это принт по моему это не настоящий рисунок а может быть настоящий рисунок на картоне такие вот подставка для ножей из тикового дерева по моему и вот такая чашечка чашечку я вижу уже наверное в течение двух лет то в одной то в другой коробке здесь у нас кошелек и по моему это черепа нет не люблю я символику с черепами как-то она мне не нравится одно время была модная помните одежда с черепами особенно для маленьких детей но как-то мне это кажется не не красиво японская или китайская синяя ваза и такая вот плитка прямо декорация для греческого ресторана у них часто висят подобные изделия на стенах по крайней мере у нас это корзиночка по моему она сплетена из водорослей сухих и старинное полотенце с монограммой и зелено грубое такое полотенце и тарелочка какая-то из какого-то по-моему искусственного материала но сделано как под дерево и еще одна очень часто фотографии в рамках попадают на барахолки так например люди умирают пожилые и потом из их домов всем буквально попадает на барахолки а это смотрите здесь была символика олимпиады 80-го года к этому подносику по моему полагаются еще и стаканчики стаканчики не встретились жестяная коробка очень люблю напомню такая у меня уже есть где-то это не очень старая коробка по моему двухтысячных годов из-под нюрнбергского печенья а вот эта находка мне очень нравится это винтажная винтажная вешалка в виде ключа такие вещи сейчас ценятся не так что прямо не стоит миллионы но приятная винтажная вещица у меня самой такая висит рядом с дверью подобное вот эта вещь тоже была очень хорошая винтажная вешалка но все видите обломанные крючки обломанные руки обломаны у фигурки эта коробочка из-под фарфоровой игрушечки а самой игрушечки здесь нет елочной вот многие меня спрашивают зачем я покупаю много вещей всяких разных я уже много раз говорила о том что у меня были но и есть тоже мысли открыть магазин этажных вещей на эти или на ebay вот сейчас я просто время от времени что-нибудь продаю ну так но магазина у меня нет вот хотел открыть магазин по месту жительства у себя тут вот смотрите какая ваза тоже мне понравился из такого толстого стекла это не хрусталь вот именно стекло мне кажется красивый рисунок виде роз жаль видите отбит край я уже хотела ее приобрести хотела на нее уже наметиться а вот это вот копилка видите написано телефонная касса и ставит такую копилку около касса например в каком-нибудь кафе небольшом и люди туда могут бросить как бы чаевые если захотят если мы когда сдачу им дают какие-то маленькие монетки они могут забросить подарить работнику ну вот насчет магазина хотела я магазин открывать по месту жительства но все не как сначала пандемия вот сейчас мне времени просто на это нет ну как вы знаете все не складывается потому что на магазин он требует очень много времени но это надо ежедневно несколько часов у меня пока нет просто сил и энергии на это поэтому вещи я покупаю у меня есть огромный склад вы не думаете что я это приношу к себе домой да я ставлю себе там я не знаю как люди думают наверное что я ставлю себе это рядом с кроватью или где-то там я не знаю в комнате выставляю рядами коробки с вещами нет ничего подобного у меня есть отдельный склад который вообще не примыкает даже к дому к моему и и там я храню все свои вещи у меня там стоят стеллажи как на втором своем на своем втором канале даже как-то показывала мельком этот склад как внутри выглядит так что там еще очень 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 много места там у меня занято буквально пару стеллажей потому что несмотря на то что я часто езжу в секонд-хенд я покупаю но я бы не сказала что прям такое огромное количество вещей только только самое самое интересное красивое конечно иногда бывают ошибочные покупки да какие-то вещи потом оказываются или неисправными или там со сколами или еще с какими-то дефектами ну в принципе в принципе сейчас все меньше я делаю ошибок стараюсь вещи выбирать только самые-самые без дефектов и так далее и мне нравится просто сам процесс поиска сам процесс посещения магазина это очень интересно какой-то азарт иногда находятся действительно прям редкие экземпляры какие-то особенные и это очень радует очень отвлекает каких-то повседневных забот это просто интересное такое занятие это как колода искательства можно так наверно сравнить сравнить с этим вот надеюсь я ответила на вопрос потому что у меня появилось очень много зрителей новых может быть кто-то не совсем понимает зачем я это делаю вот это мое хобби мне это очень нравится и мне это приносит положительные эмоции кому-то приносит положительные эмоции занятия садом огородом да кому-то там не знаю выращивание кур уток или еще чего-то кому-то шоппинг до покупка одежды обуви косметики в общем короче а мне нравится ходить по секонд-хенду барахолки блошинному рынку это мне очень нравится не знаю будет ли у меня всегда такое хобби всю мою жизнь но вот в данный момент данный период моей жизни мне это очень нравится мне это приносит очень много положительных эмоций и поэтому я это делаю и я вижу что у меня очень много единомышленников это вы мои зрители вы смотрите мои ролики многие с удовольствием пишите мне добрые хорошие комментарии за что вам огромное спасибо ставите мне лайки под моим видео спасибо вам за это это очень приятно так кодом по моему написано я не знаю может быть узнаете откуда такая дощечка это деревянная шкатулочка но без пимпочки на крышке видите здесь всего можно можно найти все что угодно там целый пакет ручек биковских лежал такая вот папка тоже винтажная на годов 90-х может быть даже восьмидесятых подносик пластиковый мочалка там я вижу тарелочка вот с розами это от польского сервиза глиняный горшочек может быть для запекания может быть просто для хранения чего-нибудь две свечки такой вот подносик тоже это наверное какой-то набор был возможно с чашками чайными тоже сделано под латунь с пластиковыми может быть это есть латунь но сомневаюсь вот такие вот кружки огнеупорные стеклянные это что-то сувенирная она может быть из болгарии часто такие вещи привозили из каких-то других стран книга тоже керамическая какая-то крынка была а вот здесь мне попалась очень интересная коробка прежде всего смотрите такие скатерти тоже видно что прям новенькие или мало очень мало использованные я кстати купила парочку обязательно вам покажу еще в будущих обзорах вот видите в основном тут новогодние скатерти рождественские точнее а под скатертями что-то у нас спряталась вы это видите какие красивые чашечки у нас тут спрятались вот чашечка замечательная с мелкими букетиками красивой формы сразу откладываем чтобы ничего не упало лучше перевернуть вот тоже замечательная чашка несмотря на то что там кое-какие потертости а вот это просто вообще великолепие вот такие узоры такие рисунки на чашках мне очень нравятся золотые цветы а здесь какая-то интересная вещица непонятно для чего может просто декорации это видно волк или собака купающаяся в ванне зеленой водой ангелок вот вы видите цены примерно какие вот этот ангелок стоит 3 евро интерьерный такой вот это у нас подогреватель но без верхней крышки подогреватель для чайника или для чашки и две фарфоровые рождественские игрушки на елку в виде венков а здесь смотрите поднос жестовский наверное так как всегда кухня книга вкусные здоровой пищи немецкой люблю заглянуть деревянный подсвечник на ножках красивый чайник золотым ободком носки или один носок и вот эта штука мне тоже понравилось это по моему срез березы с углублением все это лаком облита это такая хорошая штука знаете для кафе где-то смотрела смотрела но потом подумала да нет зачем покупать у меня есть уже подобная штука но это вы знаете давать сдачу расплачиваться люди кладут деньги на такую штучку а вот эта чашка от того чайника которые мы с вами уже увидели там вот видите остатки сервиза это по моему называется рамикена такие вот формочки для запекания для суфле для запекания в духовке чего-либо типа жульена и китайская чашечка по моему нет смотрите крифилд да по моему крифельд это по моему немецкий город похоже очень на дизайн китайской чашки смотрите сложенные руки в молитве у меня по моему свекрови такая вот висела на стене такая вещь и здесь я смотрю много очень вещей связанных с религией вот например мне попался такого прям кажется старинный какой-то крест с подсвечником вот какая-то такая вещь прямо очень интересная я думаю какому-нибудь коллекционеру таких вещей она очень понравится здесь спряталась какое-то ведерко или какой-то сосуд из латуни такой вот восточного такого типа интересно это какая-то вещь не знаю для чего она может просто для декорации а может быть для чего то что здесь у нас написано по улез написано албания то есть кто-то из албании привез такую вещь латунная коробочка коробочки лежит аппарат для измерения давления а вот это тоже очень интересная вещь это свечка какая-то видеть такая вот сложно сочиненная вся в завитках и разного цвета воск окрашенный очень такая импозантная свеча декоративная видите даже ее ни разу не зажигали настояла где-то для красоты ну и тут же коробок спичек чтобы зажечь эту свечу такой вот кошелечек по моему баварский кожаный полагается мне кажется он к баварскому костюму к национальному много-много всяких мелочей все как я люблю единственное что перебирать эти вещи иногда бывает сложно потому что они все так в повалку лежат будильник очень даже хорошенький с латунными ножками но сломанный сломано стекло на циферблате и такая вот какая-то штучка тоже из дерева с религиозной сценой и латунная вазочка конфетница в уголке спряталась производства индии скорее всего и еще одна статуэтка видим по моему мадонна с младенцем тоже как свеча а вот эта керамика по моему болгарская и что здесь у нас еще на такая вот сахарница спряталась леттин клеймо фирмы но крышечки где-то нет здесь целый набор вилок ложек такой какой-то старинной формы и по моему у них костяные ручки насколько я вижу так фирма у нас free кассо соленген известная фабрика металлических изделий немецкая ну старинное какое-то клеймо и греческая сувенирная тарелочка а вот это вот форма обратите на нее внимание досмотрите мой ролик до конца там эта форма для кекса выступит в главной роли кому интересно досмотрите ролик до конца еще один аппарат для измерения давления это по моему стеклянный подсвечник такой вот всем желаю всего самого доброго будьте здоровы вы ваши близкие и до новых скорых встреч моих роликах пока пока субтитры сделал DimaTorzok и 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